Музыка Дамы, всем добрый день. Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии Лоскутных Шоке. Сегодня вторник, 241-й лоскутный эфир. Если вы помните, я обещала рассказать вам о криволинейном блоке с диагональной сборкой. Я, конечно, это сейчас сделаю совершенно точно. Но сначала давайте определимся, для кого этот урок, для начинающих или продолжающих. Уважаемые граждане начинающие, те, кто только начинает шить, занимается лоскутным шитьем, вы, конечно, можете смотреть этот эфир. Однако, переходить к созданию вот таких криволинейных блоков я вам рекомендую после, ну, хотя бы после начания школы нашего курса ремеслу или после окончания курса ремеслу. Почему? Ну, во-первых, потому что вы еще не все знаете о припуске, там, как держать припуск и так далее. Во-вторых, вот криволинейную сборку мы проходим примерно в шестом или седьмом модуле средней школы. И просто у вас тогда уже будет навык. Почему я об этом говорю? Потому что буквально недавно я получила письмо от одной девушки, которая вот посмотрела лоскутный эфир. Помните, был недавно эфир, как шить подушечку с лисичкой там или с белочками. Она посмотрела, вдохновилась, пошла в магазин, купила ивановской бязи и... И через какое-то время мне написала, что у меня ничего не получилось, все блоки кривые. Я спросила, какая ткань? Она говорит, была ивановская бязь. А чтобы понять, какие ткани нужны, какие нужны инструменты, пожалуйста, вот пройдите по ссылке прямо сейчас и зайдите на бесплатный вебинар, где я отвечаю на все эти вопросы. Договорились? Итак, продолжаем. А теперь для продолжающих. Сегодня мы с вами шьем криволинейный блок с диагональной сборкой. Не спорить, блок очень сложный. И посмотрите, какой блок мы с вами будем шить. Мы будем шить с вами даже не такой блок и даже не такой. Мы будем шить блок повышенной сложности. Вот этот вот центральный блок, который называется сердце-море. Вопрос целеполагания. Зачем? Зачем вообще шить такой блок? Ну, во-первых, вы можете шить такое одеяло. Я понимаю, что не все тут водные знаки, да? Но смотрите, какая ситуация. Вот там, где природная среда, там, где рыбы, там, где животные, там, где деревья, там, где цветы, там всегда, как правило, хороша криволинейная сборка. В чем еще плюс криволинейной сборки? В том, что криволинейная сборка прекрасно сочетается с панелями, с небольшими панельками, примерно 27 на 27, 30 на 30 сантиметров. Посмотрите, как хорошо, органично вписываются панели в криволинейную сборку. Конечно, все это не просто так. Для того, чтобы мне вписать вот эти панельки, мне потребовалось собрать набор, как вы видите, из 11 тканей. Вот 11 это панелька вот этой рыбки, как бы. И я прямо вот под эту панельку подбирала тканюшки, видите, вот они, как бы. Сразу отвечу, да, этот набор в магазине продается, его можно купить, все в порядке, он есть, ничего страшного. Заходите в магазин, кому надо, берите. Итак, мы остановились на том, какие же одеяла еще можно шить вот с такими панельками. Сейчас я вам покажу. Я готовлюсь вам показывать панели, уже набрала вкусных-вкусных тканюшек. Ну, прежде еще одно. Летом фестиваль Душа России, в этом году он будет не в Суздале, а в Коломне и Зарайске. И посмотрите, пожалуйста, внимательно. До 10 мая, а время еще есть, вы вправе сдать на конкурс лоскутное одеяло, ваше. Момент. Большинство лоскутных одеял, точнее все лоскутные одеяла, которые были на конкурсе в прошлом году, это были одеяла с геометрическим орнаментом, то есть с четко подписанным геометрическим орнаментом. А почему бы нам с вами не выпендриться и в этот раз не шить на конкурс лоскутное одеяло с криволинейной сборкой? Но здесь есть один маленький момент, который вы должны учитывать. Как правило, на конкурсы не шьют одеяло с панелями. Если вы вдруг решили сшить одеяло с криволинейной сборкой, то вот здесь вместо панели у вас, скорее всего, должна быть либо аппликация к тему, ну либо что-то еще иное. Это важно. Теперь переходим к тому, как можно сшить такое одеяло. Ну давайте привяжемся к знакам Зодиака. Я не слишком так ярый сторонник астрологии, но так проще. У нас есть водные знаки и вот такое одеялко, конечно, подойдет рыбам. Вот сейчас как раз Марк, рыбы, да? Ракам и скорпионам. Ну а что же делать, например, огненным знаком? Огненные знаки – это лев, допустим. Огненный знак – это овен. Огненный знак – это стрелец. Смотрите, мы можем подобрать панельки вот с такими вот видами природы. Ну, естественно, ткани мы должны подобрать уже вот таких оттенков, да? Пожалуйста, у нас будет огонь. Если мы хотим, если львы, допустим, хотят одеялка со львами, ну, во-первых, а, посмотрите, пожалуйста, картинку одеялка в заставке со львом. Это тоже сшито с криволинейной сборкой. Посмотрите другие картинки с криволинейной сборкой с заставками. То есть вот сюда можно на панельке вставить, допустим, львов в саванне. Просто у меня далеко где-то эта панель. И, пожалуйста, у вас получится одеяло для львов, скажем, или там для огненных знаков. Если вы, например, воздух. Воздух – это, как правило, птицы. Птицы – это, как правило, тоже, ну, скажем, не слишком прямоугольная среда. Вот, представьте, мы возьмем такую вот тканюшечку с птицами, да. Здесь уже совершенно другие цвета, посмотрите. Доминирует розовый, серовато-синий, такой коричневый. Ну, то есть спокойная такая камня. Пожалуйста, подобрав подходящие ткани, мы можем шить прекрасное одеялко с птицами. Есть еще много других птиц, я просто не буду вас травить, как бы. Ну, а что же так называемые земляные знаки? Ну, например, тельцы. Тельцы любят все, что связано с землей. Тельцы любят лес, например. Ну, птицы тоже любят лес, водные знаки. Позвучные знаки. Вот, посмотрите, можно прекрасно поставить вот такие вот панельчики, да, с оленями. И здесь тоже прекрасно зайдет вот эта вот волнистая такая диагональная, такая криволинейная сборка. Поэтому все это сугубо вашей фантазии. Конечно, как шить такое одеяло, я сделаю целый учебный курс. Ну, а теперь давайте перейдем к делу. Итак, как сшить блок с диагональной сборкой. Сразу сошьем сложный блок. Естественно, после шитья сложного блока, простые блоки вы сделаете очень легко. Один маленький нюанс. Когда мы шьем большой блок, вот такой, мы используем с вами 6 тканей. Ну, вот, посмотрите, привелучий эфир. Мы кладем 6 квадратов один на другой, собираем, разрезаем. Если мы шьем центральный блок вот здесь, видите, в принципе, нам хватит 4 тканей. Хотите, можно больше. Хотите, можно 6 поставить. Но, в принципе, 4 тканей нам хватит. Итак, прямо сейчас мы начинаем собирать блок с диагональной криволинейной сборкой. Забыла сказать вам еще об одном виде панелей. Это панели с космосом. Со звездами, планетами и так далее. Вот такого типа панельки. Вполне понятно, что к этим панелям криволинейная сборка зайдет просто прекрасно. И вот, по моим наблюдениям, подростки лет от 11 до 25, я полагаю, и дальше, они очень любят одеяло вот с такими вот рисуночками. На черном фоне там какие-то изгибы. То есть, вот тут панельки у вас будут, а тут вот какие-то вот будут криволинейные сборки. Одеяло зайдет просто на 5. Итак, сборка. Смотрите, первое, что я делаю, это определяю исходный размер блока. В данном случае у меня блок 30 на 30 сантиметров. Ну, не буду крыть душой, вообще-то 29 на 29 я перестраховала. Ну, давайте считаем 30 на 30. Чтобы собрать блоки с криволинейной сборкой, очевидно, что вы должны взять ткани на 30 на 30 процентов больше, чем полагается для блока. Если у нас блок 30 на 30 сантиметров, то 30 умножить на 1 на 3 десятых получится 39, ну, по-простому говоря, 40 сантиметров. Итак, поскольку у нас здесь блока 4, соответственно, мы должны с вами выкроить квадраты 20 на 20 сантиметров. Начинаем выкраивать. Итак, у прекраснейшей моей девушки, посмотрите на меня. Мы с вами договорились, что наш блок будет 30 на 30 сантиметров. Чтобы получить блок криволинейной сборкой 30 на 30, мы должны эти 30 умножить на 30 процентов сверху. То есть 30 умножить на 1 на 3 получается 39 сантиметров. Будем считать 40. Поскольку наш блок состоит из 4 частей, мы с вами сейчас выкроем 1 четвертую этого блока. И с этой целью мы с вами делаем квадрат 20 на 20 сантиметров. Как мы это делаем? Берем лист бумаги. Смотрите, я вам наклоню. Складываем его пополам. Ну, я уже по определению знаю, что у меня вот здесь вот 20 сантиметров. Складываем его пополам. И сейчас мы рисуем, рисуем блок. С этой целью я возьму карандаш. И сначала я примерно намечу линии. У меня должно быть 4 полоски. Вот одна где-то посередине вот здесь. Она должна быть такой плавной. Вот из этого центра мы с вами расширяемся. Смотрите. Как-то вот вроде так. И может быть еще как-то вот так. Внутри здесь сильно не надо. Но следите, чтобы радиус кривизны, то есть вот эти закругления, не были слишком маленькими. Чтобы они были, ну, как можно более плавными. Вот примерно такими. Нумеруем. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы с вами возьмем обычные ножницы для бумаги. Вот такие. Ни в коем случае не швейные ножницы. И аккуратненько это разрежем. А вот теперь, внимание, мне нужно сделать центр звезды. С этой целью я отрежу не под углом 45 градусов, а где-то под углом градусов 60. От каждого из этих квадратов уголок. Смотрите. И вместо вот этих уголков мы пришью вот такую яркую тканюшку. Теперь внимание. Так же, как в предыдущем эфире, этот блок мы оставляем как есть. Здесь самый верхний блок мы перекладываем в самый низ. Здесь два верхних блока мы перекладываем в самый низ. Вот так. Сейчас нам осталось пойти на швейную машинку и сшить. Важный момент. Обратите внимание. Вот разложены мои блоки. Я начинаю сшивать не с носа, там где красненькая, вот. Не с носа вот с этого, а начинаю сшивать, ну, скажем так, с попой. С задиками. Смотрите, что я делаю. Я складываю сначала желтый блок и зеленый. И вот так вот криволинейная сборочка я их сшиваю. Смотрите. Видно, да? Давайте я даже пояснее сделаю вот так. Итак, закрепляюсь. Так, поехали. Теперь я таким же образом сошью зеленый и синий, а потом синий и голубой блок. Переходим на скоростную съемку. Переходим на скоростную съемку. Прекраснейшие мои. Вот сейчас я блоки сшила и отгладила. И сейчас я показываю медленно вам. Смотрите. То есть я вот этот угол должна выровнять до прямого угла. Причем посмотрите, как много я обрезала. Смотрите, вот это все обрезь у меня. Вот получился один квадрат. Здесь я тоже выравниваю до прямого угла. Мне главное, чтобы вот тут был прямой угол. Пока вот эти края меня совершенно не волнуют. Вообще никак. Вот мой второй квадратик. Здесь тоже самое выравниваем до прямого угла. Возьмите. 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 сейчас мы наши выровненные и уже сложные как нам нравится квадратики просто сошьем между собой сначала два верхних потом два нижних а потом по центру между собой так смотрите о моей прекраснейшей вот был наш старый блок и вот сейчас мы с вами сшили похожий но немножко другой уже видите можно так повернуть можно так новый криволинейный блок с диагональной сборкой сердца моря как у моей прекраснейшей сегодня мы с вами сшили диагональный блок с криволинейной сборкой сердца моря вот краткий осадок нашей сегодняшней беседы первое технология итак первое что мы с вами должны мы определиться размер нашего блока например 30 сантиметров и чтобы сшить размер в размер мы должны как бы превентивные блоки то есть для начала выкраивать квадраты 40 на 40 сантиметров то есть 30 умножить на 1 и 3 далее мы должны создать чертеж я вам показала как после этого мы подбираем и режем с вами ткань если надо вот такую серединку ее не всегда может быть надо но если надо готовим еще с вами серединку да значит потом мы нарезаем стопку по выкрытии как делать выкройку я вам показала желательно чтобы радиус кривизны был как можно меньше в данном случае после этого мы просто собираем 4 квадрата и сшиваем все все просто получается красивый креативный блок ну а теперь вопрос что дает нам такой блок то есть какую вариативность он нам дает ну вполне понятно что он дает огромнейшую вариативность при создании одеял пледов и панно и сейчас на врезке я вам просто покажу несколько панно которые сделаны в этой технике посмотрите к смысл создавая криволюбильные блоки вы можете создавать одеяло ну то есть бытовые вещи одеяло коврики вот как для моего сына было на фото допустим коврик ветер севера назывался и можете создавать выставочный панно если вы создаете одеяло в том числе одеяло с панельками как здесь ваша задача чтобы цвета диагональных блоков либо совпадали либо были максимально близки к цветам панели как допустим здесь если вы создаете одеяло панно на конкурс здесь я вам не указчик совершенно как бы это только ваше решение ваше мнение ну про конкурсы вот давайте сейчас закончим то есть у вас есть вариативность в создании вот этих блоков и они дают вам такой мощный толчок к вашему дальнейшему творческому развитию еще раз повторюсь вот этот урок был для продолжающих начинающие посмотрите вдохновитесь и идите уже в курс ремесло потому что я устала получать ваши письма которые звучат так ой я три года смотрела ваши лоскутные фирмы наконец-то я пошла в курс ремесло почему же я раньше этого не сделала это пишет и наталья спиртус лоскутница с тридцатилетним стажем которая к нам пошла ну может быть вы меня чему-нибудь научите ну а потом сказал это был лоскутный спецназ это и девушка с красивым именем валерия из минска которая смотрела наши эфиры год а потом все таки пришла в школу ремесло поэтому не думайте приходите это я вас агитирую за советскую власть и последний момент в следующем эфире я обязательно постараюсь рассказать вам о конкурсе о фестивале душа россии он обычно проходит в Суздаль но этим летом он пройдет в колонне из Арайски и я прошу вас еще не поздно сшить лоскутное панно на конкурс потому что там полно конкурска лоскутное поле панно метр на метр птицы значит панно свет детства значит лоскутное одеяло детские взрослые сумки небольшие какие-то проекты поэтому вдохновитесь идите на сайт фестиваль душа россии а в следующий раз в четверг послушайте мой эфир про фестиваль всем удачного дня пока